И посреди вечернего эфира такие вот яркие мы, как всегда, здесь, в эфире, на телерадиоканале Страна.ФМ, Майк Войс! Маш новая! Ма-а-а! Вас уже поцелуй, вас всем поцелуй! Мы здесь не главные, друзья, мы, конечно, здесь не главные. Есть гость, который в 10 тысяч раз просто ярче нас. Кстати, я сегодня буду речитативчиком его и представлять. Сегодня у нас в гостях резидент Comedy Club, комедийный актер, участник команды КВН Станция Спортивная, Иван Пышнянко! Ваши аплодисменты! Я не знаю, как по камерам... А, может, может, а я думала... Рассоваться, обняться! Ты, кстати, первый гость, который вот так вот с объятиями подошел к нам, поприветствовал. Ты представляешь, какая у нас уже атмосфера в студии? Мне стул просто неудобный, поэтому... А ты будешь максимально вставать, да? Я буду периодически бегать по студии там. Как у тебя настроение? Расскажи, пожалуйста. Хорошее настроение, я доехал без пробок к вам, поэтому вообще прекрасное настроение. Супер, ну это же здорово, потому что наш вечерний эфир как раз-таки посвящен хорошему настроению. Наши зрители, слушатели уже закончили работу, едут домой. И мы им всем советуем и, точнее, рассказываем, как вообще относиться и научиться относиться к жизни с юмором. Есть у тебя какой-нибудь совет или лайфхак, которым ты пользуешься? Не знаю, они же сейчас в основном, все наши слушатели, наверное, не телезрители, а слушатели, они едут в пробках. Просто не обращать внимания, если кто-то едет сбоку, подрезает, или просто улыбаться и... Просто не смотри, перестраивайся, вот и все. Нет, пропустить лучше. Вот если одного пропустил, другой пропустит тебя. И как-то все вместе и будет прям счастье всем. По мне, я такого принципа придерживаюсь, что надо как-то легче ко всему относиться. А вы знаете, друзья, действительно, этот совет работает, потому что сегодня Иван к нам прибыл очень загоден, что на самом деле удивительно. То есть, ну, человек занятой, у человека много проектов, много задач и прочее-прочее. Календарь сумасшедший. Пожалуйста, вот, да, всех пропустил, приехал раньше. Ну, собственно, это хороший знак, хороший признак. И я надеюсь, что сегодняшний эфир будет таким же легким и таким же веселым, вот, собственно, как он и начался. Ваня, я хочу сразу же вот со станции спортивной начать, потому что, конечно же, наверное, ну, оттуда началась твоя такая карьера. Поезд отправляется нашего эфира со станции спортивной. Да, со станции спортивной. Как вообще все это организовалось? Потому что ты же был именно основоположником этой команды. Я как бы был одним из основоположников. У нас было трое. Леша, Дима и я. Да. Дима у вас, кстати, был в гостях. Да, не так давно. Да. В общем, я, в принципе, начинал не как комедийный актер, я двигал просто ширму. Серьезно, я двигал ширму вот такую вот эту, КВН-овскую. Подожди, а потом ты когда-то высунулся из-за нее и тебя увидели? У меня была одна шутка, с которой я выходил, некому было ее сыграть. Так. Если вы помните такую рекламу, это был Ненес Кафе, там такая реклама старая-старая. Так. И я просто пьяный выходил и делал вид, что это был Ненес Кафе. И все, в зале как-то посмеялись, я даже испугался первый раз. Вот. И мне говорят, ну, слушай, неплохо ты там справляешься, да, давай ты будешь с нами выходить и шутить. Так. Подожди, а разве не ты был первым капитаном этой команды? И потом, ну, сначала мы играли, у нас вообще не было капитана, мы не знали, что это такое. А, то есть, в принципе, была некая группа людей, да? Мы доходили до определенного момента в игре, чтобы играть капитанские. Мы же только начинали, поэтому... Там была первая демократическая команда КВН. А первый капитанский мы придумали играть все вместе, потому что у нас не было капитана, поэтому мы по чуть-чуть, каждый в команде читал... То есть регламент это позволял, это не каралось? Мы выходили, говорили, да, у нас нет капитана, мы все капитаны, поэтому капитанские читаем командой. О, прикольно, интересно, давайте посмотрим. Так, ну и потом, собственно, команду возглавил Дмитрий Кожома. Да, потом, когда стало понятно, что Дмитрий Кожома смешной и гораздо смешнее, потому что... Да все же смешные, вот это самое сложное, выбрать кого-то одного. Сейчас Иван, послушай, сейчас Иван так неприкрыто набивается на комплимент, понимаешь? Нет, нет, я говорю как есть, потому что 80% шутки — это подача шутки. Можно говорить не смешные слова. Если Галустяну сказать просто фразу там «пойдемте в магазин», он скажет ее смешнее, чем «мы все вместе взятые скажем». И также Дима, он говорил смешно, то есть подача самое главное, в принципе, в КВН, иногда даже не текст шутки. И вот мы поняли, что Дима смешной, у него уже появился в тот момент образ такого человека, который выходит... Ну да, мы все узнаем. Да, то есть там спортсмен с большой попой занял первое и второе место, он говорил, и как бы раз смеются люди. И вот он стал капитаном, но как бы негласный капитан был у нас Костя, такой маленький в команде, который сейчас креативный продюсер на ТНТ. Куча и куча проектов — это и танцы, и комедий батл, и песни. Ну то есть у вас все в команде, я так смотрю, хорошо устроились, правильно? И о том, какие проекты ты еще, собственно, участвовал, возглавлял и так далее, друзья, сразу же после музыкальной паузы, поэтому никуда не уходите. Не переключайтесь! А мы все здесь молодые, как всегда, вечерний эфир, Маш Новая, Майк Войс и наш гость. Маш, представь еще раз, пожалуйста, потому что ты дама, а гость у нас в Москву. Я прекрасно это делаю, друзья, грандиозный резидент Comedy Club, комедийный актер, участник команды КВН «Станция Спортивная». Кстати, хочу заметить, одна из моих самых любимых команд в КВН, Иван Пышненко сегодня с нами. И мы вот, Ваня, уже начали говорить как раз-таки о команде КВН «Станция Спортивная», как у вас там все это начиналось, кто там занял лидирующие позиции и так далее. А кто вам писал шутки? То есть вы сами это все делали или же у вас там изначально были некие люди, которые делали это за вас? Вот эти литературные рабы. Во-первых, спасибо большое за то, что у нас любимых команд. Приятно, что... Грузчик! Грузчик! Парень работающий! У меня шутка уже была заготовлена. Иногда ко мне подходят и говорят, что спасибо вам большое, мы выросли на ваших шутках. Особенно, когда взрослый там мужчина 50 лет, это говорит, это приятно. Привет! Мы выросли на ваших шутках. Иван, ты убил второй мой заход. То есть один покарала Маша с грузчиком, я уже хотел сказать, что я вырос на грузчике. Ну пошути давай. А, ты вырос на грузчике. Да, да, да. Потом вообще на твоих шутках. И вот мне ничего сказать. Слушай, ну мне кажется, это самый бесячий вопрос вообще для всех артистов. Какой? Ну не вопрос, а вот эта фраза «Мы выросли на вашем там фильме, на ваших шутках» и так далее. Да нет, не знаю. Нормально к этому отношусь? Иногда люди просто угорают и стебутся просто. И иногда приятно, когда подходит человек и говорит, господи, я ваш кумир. То есть, ну вот такие. Вам приятно? Это тешит ваше самолюбие? Ну тоже весело. Просто человек перепутал, я ваш фанат, и он говорит, я ваш кумир. Да, да, спасибо, а мы ваш фанат. Человек не понимает. Не понимает до конца. Я не думаю, что он специально это сказал. Просто перепутал, переволновался как-то. По поводу вопроса могу ответить? Да, давай. Мы все писали сами, но нам иногда помогали наши друзья, с которыми мы до сих пор дружим. Это команда КВН «Обычные люди», команда КВН «Визит». Просто у нас был период, когда у нас не было денег вообще от нас оказался спонсором. Мы играли за свои деньги в высшей лиге. А это недешево, забейте. Это недешево. Благо мы жили в Москве, и переезжать никуда не надо было. А вот никто не знает, кстати, дешево это, недешево. А мы не можем сейчас примерно назвать сколько? Ну это недешево, потому что все это стоят костюмы, стоит денег, реквизит стоит денег. Записать фонограмму, потому что надо переписать фонограмму. А само участие стоит денег? Участие не стоит денег. А, то есть вся вот это только подготовительная история дорого стоит. Нет, нет, это КВН, это не казино. Это там по другому принципу все работает. Да, и мы как бы работали с друзьями команды «Визит» на бартерной, или как это, обменной такой схеме. Мы им помогали в Мерлиге, писали и что-то придумывали, а они помогали вам. Иван, вы с ними коллаборационировали. Вот как вы сказали, Михаил, я ваш идол. Коллаборационировали. Коллаборация, это мое любимое слово. На сегодня я буду записывать. А вот, кстати, Маш, можно продолжить тему про деньги? Вот мою любимую. Давай. Тема про деньги. Иван, я готовился по твоему инстаграму к сегодняшней нашей встрече. По моему инстаграму, но задаю вопросы Дудя. Да, да, давайте. Да, ну, я задаю. То есть, собственно, вот такая у нас коллаборация на троих получилась. Есть фотография, я знаю, что ты молодой отец, у тебя классная семья, и ты пишешь, вот сегодня я еду туда-то делать то-то, и потом вот это, и потом вот это, и действительно большой плотный график. И ты говоришь, вот потому что у меня есть семья, я должен их кормить и приносить деньги в дом, и так далее, и так далее. И вот здесь та самая тонкая грань. Скажи, что для тебя важнее, творчество или бизнес? Или ты как-то это пытаешься совместить? То есть, все-таки какое-то направление? Не знаю, я сейчас понимаю, судя по тому, я делаю ремонт, и я сейчас понимаю, что... Спасибо, спасибо за ответ. Что для меня важно все-таки, наверное, творчество, потому что мне сейчас не хватает каких-то вещей. Нет, конечно, ты в какой-то момент выбираешь, да, творчество или бизнес. Один хороший человек, продюсер телеканала ТНТ, как-то сказал, что если тебя зовут куда-то, и ты вдруг почитал сценарий, понимаешь, что это не очень хороший сценарий, и тогда попроси денег, сколько тебе не жалко сняться в этом штуке. А если тебе денег столько не дают, тогда зачем? Зачем портить себе карму и портить настроение? То есть, я не помню пока, чтобы я выбрал... Иногда я выбирал творчество, но получалось все равно штука какая-то. Ну да. Вот, но стараюсь как-то так, такую грань, чтобы была, потому что деньги в этой жизни не самое главное. А вот это мне нравится, кстати, отличный подход, мы все тоже за творчество. А вот об этом, Иван, ты вечером расскажешь семье. Своей жене, да. Но у нас на канале только самые творческие артисты, давайте прямо сейчас и послушаем. Погнали. А мы не собираемся молчать, потому что в эфире на теле радиоканале «Страна ФМ» вечерний эфир, и сегодня у нас потрясающий гость Иван Пышненко. Да, друзья, те, кто любит КВН и смотрят его, и почитают, наверняка видели команду КВН «Станция спортивная». Вот как раз-таки Иван на протяжении всего творческого пути был у ее истоков и так далее. Все верно? Пристоки, Маша, пристоки. Вот самые-самые истоки – это название команды «Станция спортивная». Почему? Это еще один мой любимый вопрос, который задают люди, люди, все люди, которые меня слышат, и если есть радиоведущие, репортеры, я отвечу последний раз на этот вопрос. Ну-ка. Смотрите, у нас было несколько вариантов. У нас один из вариантов, я думаю, Дима рассказывал тоже, было даже «Солнышко». Нет. Могла быть команда «Солнышко» у нас. Но мы учились в спортивном институте, спортивный вуз, то есть должно было быть название, связанное со спортом. Педагогический институт физической культуры. И как-то вариант «Станция спортивная», он какой-то был такой для нас интересный. Нам часто говорили, что вы с таким названием, кто его объявит на «Масляков» никогда не скажет на Первом канале. «Станция спортивная», придумайте что-нибудь звучное в одно слово. Мы как-то, нам нравится и нравится. Иван, когда наш с тобой любимый клуб играл как раз на этой станции, каждый раз, когда я ездил на игру, я каждый раз вас вспоминал о вашем игрущике. Вот каждый раз. А ездил по Вернии, я туда очень много. Мне часто говорят, что именно на «Станции спортивной» вспоминают нашу команду. Но вот что вспоминали «Спартак», о котором ты говорил. Да. И про «Станцию спортивной» и все это связывали. А у меня вопрос, ты вообще как-то связан со спортом? Вот именно сейчас, в повседневной жизни, занимаешься ты спортом? Может быть, какой-нибудь борьбой, боксом? Я стараюсь заниматься спортом, но максимум, на что мне хватает, это как релакс такой. Я приезжаю в фитнес-клуб, бегаю либо на дорожке, либо на эллипсе, потом иду, плаваю и в баньку, и потом в купель. И после этого чувствую себя прекрасно. Ну, то есть человек совершенно не занимается ничем, просто надевает его в зиму. Ну, рассказывай, ты же нам в гримерке говорил, что ты как раз-таки хочешь поучаствовать в проекте и уже участвовал. Вот в этой сушке. Я участвую, да, в проекте, и бешеная сушка. Может быть, наши зрители и слушатели ничего об этом не знают. Вот это же в той раз. В шестой раз. Если бы не этот проект, я бы, наверное, не поместился у вас в людей. Все, никак ты не высохнешь, а? Меня бы вкатили сюда. Как шарик. А так действительно очень удобно, потому что там не нужен никакой зал, ничего. Ты просто дома находишь квадратный метр, чтобы заниматься, и делаешь круговые упражнения. То есть понятно, что все это без диеты не работает, но я как-то справляюсь. Как у тебя с силой воли? Ну, действительно. Да тяжело, конечно. Ты не ешь, вроде как питаешься как-то правильно, а потом даже не помнишь, что ты ночью встал, открыл холодильник, и зажор у тебя какой-то начался. То есть это забытие. То есть все это оправдывается на следующий день забытие. Я просто был в амнезии. Реально, вот реально что-то несет организм понимать, что у него стресс, и он выключает мозг. И сам на автопилоте подходит, и должна семья помогать. Поэтому семья должна прятать тортики. Остановись, Иван, вот эти. Дети должны прятать конфеты к себе в рот. Реально, я уже думал про замок на холодильник кодовый, чтобы семья знала, а я нет. Иван, подожди, чтобы закрыть эту тему, то есть была такая сцена, два часа ночи, и вот это вот, а мама, что я делаю? Было, было. Что я делаю? Обычно это когда ты уже все съел, и понимаешь, почему я так старался, я так неделю, и тут все. Слушай, ну это же очень хороший тренинг, потренировать свою силу воли. Ведь я знаю, что для написания всевозможных миниатюр и так далее, тоже нужна усидчивость, нужно там собираться, писать. Там одна шутка не прокатывает, надо другую, вторую. Вот как у вас с этим творческим процессом стоят дела? Вы с Дмитрием Кожомой пишете или по отдельности, а дальше как-то соединяете? И вместе, и по отдельности, и как-то соединяем. Но творческий процесс все-таки наоборот. То есть там ты пишешь и понимаешь, что у тебя что-то не получается. Заточил шоколадку, немножко энергии мозгу, или там попил кофейку, или понял, что ну вот не идет на сегодня. Это творчество, можно пойти погулять. Вот спасибо, что кинул мне вот эту удочку, я и хотел как раз, Маш, тебя перебить. Я вот не верю в этот способ, когда вот, знаешь, так, Маш, сегодня 2 часа в 16.00 мы садимся, пишем 6 шуток. Как это? Подождите. Да не работает это так. То есть у вас... Не, ну 2 еще более-менее. Если вот в 7 утра или в 10, вот это точно не работает. Вообще никак. Потому что, ну, не просыпается мозг для такой работы, к придумыванию. То есть, типа, к вам муза должна сама прийти. В офис камеди мы приезжаем, все практически, и авторы, и резиденты, и руководители, после двух дня приблизительно. То есть, и некоторые вообще приезжают там к 6 вечера, потому что, ну, невозможно с утра ничего придумать дельно. А вот ближе к ночи, я не знаю, может, потому что все в основном совы. Как-то так совпало. Но вот творчество, это ночная штука. А разве не на свежий мозг? Мне кажется, наоборот. Но есть одна штука, которая опасна. Это шутки, которые написаны после 4 утра. Вот. То есть команда КВН пишет 4 утра. То есть она пишет всю ночь, а после 4 утра, это у КВН-чика называется, ну, всех по-разному. Мышь. У нас называлось, прилетает мышь. Мышь, да-да-да. Мышь залетает в форточку и предлагает какую-то ересь. Например, а давайте натянем чулки, вставим туда бутылки, нарисуем глаза, и это будет инопланетянин. И все счастливые и довольные с утра едут на редактуру, показывают, и редактора за голову хватаются, говорят, что за чушь вообще, кто это? Ребята, к вам пришла мышь. К вам пришла мышь, да. К нам тоже пришла большая, толстая, музыкальная мышь, которая сейчас оттяпает половину нашего эфира. Друзья, но совсем скоро мы вернемся, поэтому оставайтесь с нами. Посмотрим на мышь, друзья. Единственная причина, дорогие друзья, почему мы все стоим, просто Маше нужно продемонстрировать себя со всех сторон во весь рост. Маш, ты прекрасно выглядишь сегодня. Друзья, ну не я сегодня. Внучка дяди Сэма. Мы главный персонаж нашего вечернего эфира. И сегодня у нас в гостях Иван Пышненко. Это для тех, кто только что к нам присоединился и подключился. Всем привет еще раз. Да, Ваня, скажи, пожалуйста, ты в Инстаграме как вообще, активный пользователь? Честно, я не очень активный. Я периодически выкладываю. Мне давно говорят, что нужно как бы за Инстаграмом следить. Это прям, будто ты рассказываешь историю на двоих. Это мужское, мне кажется. Я как раз таки активный. Я иногда, что мне нравится, выкладываю там какие-то сторисы или еще что-то. Но редко. А мне очень понравился твой пост про Пушкина. Вот типа, если бы Александр Сергеевич Пушкин жил в наше время, то чем бы он сейчас занимался? Он бы батлился или что бы он делал? Записывал песни, стихи и так далее. Да. Там был самый прикольный комментарий, не помнишь? Там было очень много комментариев. Я не помню комментарий, но в основном были комментарии, что он бы застрелился. Маша, ты знаешь, поскольку тебе больше нравятся картинки, а мне текст, я почитал дальше этот пост как раз. И там был не классный комментарий, а классный твой хэштег «Оправда ли маффин с двумя Ф?» Вот это мне запомнилось. Я не помню. Ничего, самое главное, что мы помним все твои посты на изуче. Делает пост и все, и дальше отключается, забывает о нем на всю жизнь. Ну что ж, друзья, я сегодня предлагаю, собственно, вам немножечко размяться и интеллектуально, музыкально и так далее. Я подготовилась. Я тоже. Александр Сергеевич Пушкин, я думаю, будет не против. Я наушники взялся. Да, можешь их уже надевать. Я предлагаю нам сегодня с вами побатлиться, устроить настоящий литературно-музыкальный батл из стихов Пушкина. А кто против кого? Подожди. Иван против Пушкина будет биться? Конечно. Я извиняюсь, а как что? Смотри. Вот пистолет, Дантес. Готовься. Бейся. Держи тебе текст. Вот просто наобум. Любой, пожалуйста. И я в этом участвую. И я даже в этом участвую. Миша, а чем мы хуже? Почему у нас всегда только гость участвует? Нам тоже надо с тобой развиваться. Не говори за всех, Маша. Давай. Сейчас будет звучать, как-то полагается, какая-нибудь такая рэп-музыка, и мы попробуем наложить стихи Пушкина на вот этот рэпчик. Я можно извиню сначала? Сразу я извиняюсь. Просто недавно был еще день филолога. У всех лингвистов-филологов я сразу извиняюсь. Мы тоже извиняемся. Это совместное извинение. Миш, ты можешь даже встать на колени, как-то это здорово делаешь. В перерыве обязательно песни это сделаем. Валь, ну ты на правах гостя, давай начнешь первый. Покажешь нам класс и мастер-класс проведешь. Я не знаю, откуда вы поняли, что я рэпер и с чего это все. Но давайте попробуем. А вдруг тебе сейчас проснется рэпер и твоя карьера пойдет в другую сторону. Ну что ж, Александр Сергеевич, простите нас. Давайте, поехали! Музыка! А я уже не попал, да? Мой дядя самых честных правил. Когда мне шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь. Не отходя ни шагу прочь, какое низкое коварство. По службе забавлять. Нормально, главное, битка чай. Печально подносить лекарство, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Я не попал, простите. Когда же черт возьмет тебя? Тебя, тебя. Вау, Ваня, это была разминка, это было прекрасно. Слушайте, не надо меня успокаивать, это было ужасно. Не переключайтесь, дальше будет лучше. Дальше Миша, дальше будет однозначно лучше. Ах, вот оно что. Да, а у нас есть другая подложечка? Давайте попробуем сейчас у нас смена кадра. Миша, погнали. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутые негай взоры. Навстречу северной. Авроры, звездою севера явись. Ведь черт, ты помнишь, в юга злилась. На мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно. Сквозь тучи мрачные ежелтела. И ты, печальная Маша, сидела. А нынче, погляди, у нас Иван в окно. В окно, браво. Когда же черт возьмет тебя? Да, блин, ты репетировал, это слышно. Я первый раз вижу все это. Я не слышу это. Столба ликует. Ну что, друзья, настал мой черед. Ну что? Отойдите в сторонку. Сейчас будет битва крепышей. Итак, я тоже должна поймать ритм. О, у меня такой женский. Блин, у меня у тебя лучший бит. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе Туам. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Давай, давай. Сидит, 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 сидит. Вот кто готовился. И стихотворение самое легкое, и бит она знает. Да ладно, я не готовилась. Так, я забираю у вас эти. О, спасибо, дайте обводить сумянутый. Ну это был легкий бит. Мой дядя самых честных правил. Там можно уже что-то... Когда не в шутку. Занимак. Занимак. Давай, выбирай. Выдешь, так и читай сейчас Онегина примерно. Мне кажется, то же самое говорили. Тебе как раз он и попался. Друзья мои, это была, конечно же, разминка. Да, простые стишки и так далее. Теперь уже пошла тяжелая артиллерия. Все посерьезней. Итак, кто начнет на этот раз? Желаешь ли ты подготовиться? Я, как обычно. Давайте что-нибудь попроще на первый раз. Все, давай. Главное поймать этот бит. Хоу. Йоу. Буря мглою небо кроет. Вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет. То заплачет, как дитя. То, покровляя беджалой, вдруг соломой зашумит. То, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит. Наша бедкая лачушка и печалька. Что же ты, моя старушка, приумолкнула у окна? Или буря завыванием, ты, мой друг, утомлена? Или дремлешь под жужжанием? Под жужжанием. Круто. Выпьем доброе поднушко бедной юности моей. Выпьем горе. Где же кружка? Сердце станет веселей. Будет веселей. Сердце будет веселей. Сердце будет веселей. Класс. Как ты так. Вань, вот это как будто ты готовился. Молодец. Если я могу заказать бит, было бы прекрасно что-нибудь в регги стиле. Это вообще бы сейчас зашло. Да, что-нибудь такое полегче. Но ты не можешь, к сожалению, заказать бит. Я, к сожалению, не могу этого сделать. Что есть, то есть. Ну что, погнали? Давай. Поймал? Я к вам пишу, чего же боли, что я могу еще сказать. Теперь я знаю в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной... Господи, несчастной доле. Нормально, нормально. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотел. Я еще и женщина. Поверьте, моего стыда, вы не узнали б никогда, Когда б надежду я имела, Хоть редко, хоть в неделю раз, В деревне нашей видеть вас. Отбился от ритма, как-то не шарит он сам себе. Слушайте, мы, кстати, в КВН делали именно эту песню. Письмо? Нет, у нас было письмо Пушкина к потомкам. Ну-ка, давай попробуем. Нет, я не помню текст, но мы пели как раз в тот момент, помните, такие были артисты, как Нарцисс Пьер. Да, да, да. Мои кумиры, где же они? Не очень такая восхвалительная песня была, поэтому... Вот, ну, мне прям куда-то в прошлое отправило. Я жду, что зайцы... Нет, самое смешное, что я должна была исполнить ту часть, А ты мужскую, но я все перепутала. Ну, ты знаешь, от этого еще и лучше. Поэтому я сейчас буду за мужчину, за... Я жду. Я жду. Я вас искру нежности заметил, я ей поверить не посмел. Привычки милый не дал ходу свою постылую свободу. Я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой Ленский бал. Ото всего, что сердце мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех ничем не связан. Я думал, вольность и покой. Замена счастью, боже мой. Как я ошибся, как наказан, как я ошибся, как наказан, как я ошибся, как наказан. И это был стих мой раунд. Хотелось, да, это сказать? Пошумим. Пошумим, страна. Ну что ж, друзья, по-моему, это было гениально. Мне кажется, после такого речитатива надо нашим дорогим зрителям и слушателям немножечко выдохнуть и послушать что-нибудь более легкое. А мы будем замаливать свои грехи перед Пушкиным. Давайте скоро вернемся. Александр Сергеевич, простите нас. Именно с таких слов и хочется начать наш сегодня последний выход с гостем в этом часе. А как у нас? Какой последний, Миша? Крайний. Крайний нет в русском языке такого слова Маши. Обязательно тебе покажу словарь. Ну что ж, Машнова извиняется перед Александром Сергеевичем. Я не извиняюсь. Мне не за что извиняться. А я извинись перед Пушкиным. Вот перед Александром Сергеевичем именно его я и имел в виду. Да, сегодня у нас в гостях резидент комедий-клаб и собственно комедийный актер, участие команды КВН, станция спортивная Иван Пышненко. Вань, мы уже поговорили о твоем пути в юморе и так далее. Расскажи, пожалуйста, о своем актерском опыте. Потому что ты снимался в нескольких фильмах, не могу сказать, что во многих, правильно? «Новогодний переполох», «Зомбоящик». Может быть, было что-то еще, что мы упустили? Нет, там были больше короткометражки и вещи, которые в итоге не вышли на широкий экран. Я могу рассказать про «Новогодний переполох». Да. То есть это фильм, это новогодняя комедия. Я просто сам люблю такие комедии. То есть когда перед Новым годом сходишь в кинотеатр, и вот этим настроением пропитаешься. Пропитаешься, да-да-да. Елки какие-нибудь посмотришь. Да, вот легкие фильмы, которые семейные. И я помню, в Кинопоиске был комментарий к моему фильму, я читал, мне было интересно. И там один человек написал, что ему это не понравилось, то это не понравилось. В общем, ребята, я вам всем советую, пересмотрите еще раз «Левиафан». И я понял, господи, как можно сравнивать новогоднюю семейную комедию и «Левиафан». И, кстати, в этом новогоднем переполохе играли такие актеры, как Владимир Меньшов, Инга Аболдина, Ян Цапни, ну много хороших актеров, с которыми поиграв, я понял, что мне нужно учиться все-таки после школы КВН и Камеди. Надо учиться. Это действительно профессия отдельная, я киноактер. И ты пошел учиться, правильно? Где ты сейчас учишься? Я заканчиваю школу Германа Седакова. Это курсы актерского мастерства. Много интересного узнал, кстати, что мне пригодится и в Камеди, потому что там какие-то штуки, например, я понимаю, почему один номер смешнее другого, просто на каких-то занятиях. Поэтому, если вы вдруг слесарь и хотите работать, водить автобус, сходите поучитесь сначала. Иван, а вот, кстати, ты упредил мой следующий вопрос. Вопрос, кстати, вполне серьезный. Вот ты ассоциируешься КВН, юмор, Камеди Клаб, развлекательный кинематограф. И вот ты сам упомянул этого самого Левиафана. А рассматриваешь ли ты для себя вот подобные роли, подобные проекты, вообще взять и поменять имидж? Драматический. Драматический фильм. Честно, я хотел бы, наверное, сыграть в таком фильме, потому что, например, очень тяжело сыграть будет Михаил Голустяну, потому что у него все-таки шлейф очень большой, комедийный. И ему, наверное, лет 20 надо не посниматься, чтобы потом сняться в каком-то драматическом фильме. Потому что, как бы хорош не был Светлаков в фильме «Камень», но все-таки все ждали, что он серьезный, потому что очень большой образ юмористический. У меня пока такого сильно юмористического образа для страны нет, как мне кажется. Поэтому я, в принципе, с удовольствием бы сыграл в каком-то фильме какую-то, может быть, и серьезную роль. Ну, а тебя привлекает только кинематограф? Маша перепела. Мхатовская пауза. Ну, скажи, тебя привлекает кинематограф, или, может быть, ты задумывался об игре в театре? Я как раз в занятиях актерского мастерства играл какие-то театральные отрывки, и это все очень интересно, это все совсем по-другому, это и не кино. Вот это все вообще разные жанры. КВН, кино, камеди и театр, это вообще их не стоит вообще когда-либо сравнивать. То есть, когда... Ну, как в «Новогодний переполох» и «Левиафан», это разные абсолютно. А это мой стандартный Новый год обычно. 31 декабря начинается именно так. «Переполох», «Левиафан» и дальше уже вот «Ирония судьбы». Есть еще, кстати, один жанр тоже, он что-то совместное между КВНом, камеди и театром, это антреприза все-таки. Вот тоже жанр интересный. Сейчас, кстати, очень много появилось. Да, я знаю, что многие КВНщики как раз-таки с антрепризными спектаклями ездят по стране. То есть, у вас не было чего-нибудь такого, какой-то такой организации, где можно было бы поставить спектакль? Идеи есть. Я просто не могу сейчас что-то говорить, потому что я сейчас скажу, а вдруг не получится. Нет, ну идеи в этом направлении, например, вы думали, да? То есть, в планах есть такое. В планах есть, да. Следите за афишами. Иван, а я вот, знаешь, я к этому отношусь по-другому. Наоборот, говоришь при всех, чтобы уже точно сделать, не отказаться от своих слов. Чтобы мысль полетела в космос и все, застолбили. Все, я стану миллиардером до конца года. Увидимся, Иван. Помнишь, что ты был у нас на эфире? Увидимся, да, на Мальдивах, в моей яхте. Вот, прекрасно. И, кстати, раз уж мы заговорили о поездках и так далее, я знаю, что камеди устраивает достаточно часто камеди-фестивали. Расскажу для всех наших зрителей и слушателей, что это вообще такое, что там ожидать, стоит ли туда вписываться и ехать. Вообще всем советую туда съездить, потому что основное... Основное... Там выступают каждый вечер концерты камеди, но основное все-таки это тусовка, потому что там есть возможность как раз со всеми резидентами вместе погулять, потусить, поотдыхать. Например, если летний, то вместе позагорать, поиграть в волейбол, если это зимний, покататься вместе на лыжах. Там куча активностей проводится. То есть я не могу называть эти активности, потому что они для взрослых и в прямом эфире. Какие-то конкурсы, да, для всех. Какие-то конкурсы, на которые вот для безбашенных людей, которые думают так же, как думают... А у нас 16+, все-таки думают камеди до того, как запретили говорить многие слова. Вот. Это безбашенный фестиваль, который длится неделю, и после которого еще потом его вспоминаешь целый год. Ну, это круто. Когда он обычно проходит? Ну, вот так, чисто вскользь. По-разному. Всегда в разное время, да? Он и зимой проводится, и весной, и летом. Все, друзья, следим за официей. Фестиваль камеди, как Пасха. Всегда по-разному. А прямо сейчас переходим к основной части нашей программы, к завершающему этапу. Это Блиц. Блиц. От Михаила. Миша, давай. Ну что ж, как всегда, как это делают на Первом канале, не безызвестный всем тоже лысый человек. Все то же самое, правила те же, ничего не думаем, просто бамба. Но только вопросы другие. Вопросы другие. Сколько успеем, столько успеем. Да, давай. Погнали. Для меня самое важное в жизни это? Чтобы было хорошо, комфортно. Идти по жизни с юмором это? Какой-то болезнь какая-то. Если бы сейчас был 1018 год, что бы ты делал? Я бы, наверное, болел чумой. А 3018? Я бы ничем не болел уже, наверное. Иван, когда ты будешь таким же креативным, умным, но уже старым человеком, то скажешь своим праправнукам? Занимайтесь фигней и не слушайте дедов. Я Иван. Если бы не юмор, то я бы сейчас... Работал бы тренером детским. Если бы шуткой, Иван, можно было спасти жизнь человеку, что бы это была за шутка? Маша против этого вопроса, а я за. А я тоже за. Это была бы шутка... Блин, кого бы я спас-то? Шутка-прибаутка. Может, анекдот? Цитата, фраза. Я не знаю. Ну что ж, Кожома... Я думал о том, какая бы шутка наоборот, человек как бы взорвался живот от смеха, а вот чтобы спасла... Кожома, извини. Ну что ж, красота или юмор спасут мир? Коллаборация. Коллаборация. Майк или Маша? Маша. Новый или Войс? Маша. А, вот так-то, друзья. На это веселый положительный... А Войс, что такое Войс? Это я, это наш новый, Майк Войс. Были сегодня с вами. Да, резидент комедий-клаб и комедийный актер и участие команды КВН-станция. Это спортивная Иван Пышненко. Майк Войс. Маш новая. Всем пока. Спасибо.